итак всем лабос приветствую вас на моем канале мы на кухне это кулинарный блог и сегодня я готовлю обед я даже не знаю на чем теперь акцент побольше поставить на том как я приготовлю холодный суп холодным супом как салат это будет в форме салат у меня подано как с новым блюдом или как я картошку приготовлю сегодня что нам понадобится конечно молодая картошка я уже очистила перебрана более-менее в бундиртиках ну так на эти поскорили поскорили чтобы не было пошел ухи помыли чисто почему фундамер нам нужна редиска нам нужно пучок лука амберийского и все как всегда без зеленушки огурец укроп у меня свежее мороженое будет мы добавим соль перец по вкусу везде и лимонный сок приступаем первым делом что мы делаем мы ставим борис и картошку засыпаю картошку залили варим ее минут 15-20 до полу готовности когда уже почти готова она еще не готова такая знаете как говорится даже она уже готова такая вот-вот-вот алденто знаете такая потому что мы ее будем еще доготавливать а мы тем временем готовим редиску лук и огурец чудеса монтажа и у меня все готово лучок порезали редиску порезали я ее порезала такой соломкой потом покажу сблизи и огурцы тоже порезала такой вот я считаю что соломкой мелко можно натереть как вам нравится можете там как-то четвертинками порезать это уже на ваш вкус и цвет нашим нагрузка на скорости можно натерть это потерли все там заботиться ли собираем суп вот мой огурец порезанный ведь а как вот вот такими кусочками как будто старалась соломкой порезать но такими вот брусочками вот корица выкладываем вот редиска видите как она такая вот мелко порезанная такая вот соломочка лук зеленых укроп и заливаем кефиром замешиваем сейчас нас получился очень густой такой суп можно добавлять еще кефира чтобы не такой густой был бы или кипяченой водой разбавлять я добавлю воды не кипяченой холодной воды есть так разбавляем до нужной нам густоты соли и перчим перец сюда не боимся добавлять вот время лимонного сока если имеется лайм еще вкуснее будет он более такое как говорится освежающие этот более острый такой но надо осторожно так вот и сейчас замешаем попробуем на вкус и вот мы собрали наш суп он как бы готов подавать мы будем уже когда буду подавать вам расскажу как я его подаю как его можно подать 7 выпадать а мы тем временем сами в холодильник чтобы он как говорится был холодный не нагревался и присвоим картошки так вот я подготовилась картошка проверяем картошку как вилкой на накалываем если она накалывается уже и снимается говорят еще вот она уже такая же пока но еще держится на вилке да вот не ломается на уже нас готовлю сейчас готовим против меня такая сковорода большая нужно противень брать у меня оливковое масло с чесноком сейчас взболтаем чеснок вы можете взять просто масло и туда вдавить чеснок и смазываю противень немножко этого масла наливаю в тарелочку немного совсем высыпаем картошку на наш попень идеально чтобы она одним слоем стояла диаметром поменьше взять тарелку какую если имеется глубокую сковороду все и это все и мы сейчас каждую картошку вот так вот придавливаем чтобы она у нас полопалась вот как у нас получилось видите мы картошку сложили вот одним слоем и все придавили вот такая у нас как говорится придавленная картошка берем этот масло и смазываем сверху всю картошку можно оттопленным маслом сливочным смазать сейчас солим перчим посыпаем немножко розмарина розмарин немножко потрем между пальцами веточку можно розмарина попросить а так вот если у вас он сушеный как у меня немножко передавливаем между пальцами и вот так вот посыпаем тимьяна картошка очень любит тимьянчик вот так вот и вот это все что мы приготовили кладем в духовку у меня духовка нагрета на 180 градусов минут на 10-15 там уже буду смотреть нам надо чтобы появилась корка такая знаете хрустящая нашу картошку чтобы видели кран картина сейчас покажу письмо как у нас посмотрите как у нас картошечка зажарилась позже какая она красивая сейчас поболтаем ох 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 смотрите как она хрустящая она все звенящие так картошечка готова мясная составляющая у меня будет котлетки по-киевски мясная составляющая но картошечка очень вкусная и холодный суп наливаем значит вот налила я суп как его можно подавать можно добавить сейчас яйцо ложку сметаны будет как окрошка на подобие холодного супа можно добавить грецких орехов яйца добавлю мед дробленым сбрызнуть дорогущим оливковым маслом посыпать немножко зеленушки редисочки вот так вот с одного края горячий плита горячая положила себе итак пробуем супчик замешиваю тут у нас оливковое масло орешки замешиваем присыпаем картошечки ох как она хрустит какая корочка ммм и супчик ммм 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 просто волшебство супчик такой кислинкой лимоны мммм мммм потом еще один вариант холодного супа картошечка свеженькую так вот не то что там сварил и обжор а вот так вот ммм ну вот шикарный обед попробовали делайте как я делайте лучше меня учите на своих ошибках ставьте лайки пишите комментарии задавайте вопросы я вам на все отвечу буду подписываться и до новых встреч всем пока-пока